С вашего позволения сегодня я буду диванными экспертами, поскольку в молдавском футболе вообще в мире критиковать проще, чем что-то конструктивное делать, этим, пожалуй, я и займусь. Правда, эту критику следует воспринимать, собственно, не как саму критику, а как некую рекомендацию. Почему в молдавском футболе все стало настолько постно, что даже нет часто желания приходить на самые простые и даже матчи грандов, так называемых грандов отечественного футбола? Объясню. Анджела Мачука. Скажете, ты вообще ненормальный человек, зачем тебе эта фамилия и кто это вообще такой? Анджела Мачука футболист, который пришел в Бельскую Олимпию примерно в 2006 году, когда команда из Бельц смела побиться в национальную дивизию из дивизиак. Так вот, то, во что тогда играла Бельская Олимпия, называлось полным фуфлом, потому что она не играла вообще, хотя, конечно, наметки какие-то положительные элементы были. Но был футболист, на которого приходили, если не все, то, по крайней мере, процентов 70 из тех людей, из тех болельщиков, которые, как обычно, приходят на стадион в Бельцах. Это прогвайц Анджела Мачука. Человек собил несколько голов в составе той самой Олимпии. И, что самое интересное, делал он всегда это красиво, делал это с изыском. И, что называется, один из тех футболистов, на которого приходили прям смотреть-смотреть. А что у нас в нашем чемпионате здесь и сейчас? А я вам скажу, у нас сейчас полный-полный-полнейший фуфел. Вы знаете, почему? Потому что чемпионат стал постом. А знаете, почему? Потому что нет футболистов, на которых приходят посмотреть люди. В 90-е годы, хотя давайте начнем, наверное, с советского периода. Там был, например, Григорий Батич, 82-83 год. Там был Павел Чобану, на которого прям приходили смотреть. Период независимости, после независимости. Александр Куртиян, а потом Сергей Ипуриано. Дайте мне хотя бы один пример, на кого можно сейчас прийти и смотреть, и наслаждаться его игрой. Ответы какие-то есть? Я думаю, что ответов никаких нет. Потому что главная проблема нынешнего молдавского футбола – это то, что он стал абсолютно стандартным. Вы, может быть, скажете, что есть Рикардиню. Ну, знаете, мне кажется, Рикардиню пришел вернуться, вернее, в Тираспольский шрифт. Для того, чтобы просто вернуться, потому что другой, более классной, яркой перспективы, как мне кажется, у него нет. Ему сейчас просто неинтересно играть в молдавском чемпионате. Был в даче один футболист по фамилии Кокотич. Безусловно, учитывая, что не отрабатывал в защите, Гадон еще тот. Но зато одним своим решением он многое мог изменить. Да еще не забывать о том, что на его фланге часто играл перпетую мобили молдавского футбола Владимир Заставный, который мог отыграть и за себя, и за своего парня без ущерба для общекомандной игры. Так вот, вот этого самого нестандартного, безусловно, нам сейчас более чем не хватает. Возвращаясь к вопросу нестандартности. Вот вы, например, скажете, сумасшедший находится где-то в какой-то воде, в каком-то море, и о чем-то нам рассказывает. Но, знаете, фишка заключается в том, что я бы мог наверняка рассказать о том, о чем хотел сегодня сообщить, в каком-то стандартном варианте, там перед камерой, в какой-то студии. Но, знаете, все сообщение мое может быть настоящим хламом и не иметь никакой содержательной ценности для вас. А вот сам факт появления в каком-то нестандартном варианте, вот здесь, сейчас, где-то в море, непонятно где, безусловно, вызовет определенный интерес. И поэтому этот интерес и есть нестандартный подход. Поэтому в нашем футболе наверняка вот такого нестандартного, безусловно, не хватает. Ну вот фишечки какой-то нет. На этом все. Всем спасибо за внимание. На этом дробь завершен. Пока. Счастливо. Я пошел.